Закон о реинтеграции Донбасса не решает проблем оккупированных территорий. Об этом сегодня в зоне АТО заявил лидер фракции оппозиционного блока Юрий Бойко. О чем ему рассказали жители одного из поселков Луганской области. Подробнее в материале. Зона АТО, село Краснореченское в Луганской области. На встречу с лидером оппозиционного блока Юрием Бойко собираются местные жители. Все говорят о выживании вблизи зоны боевых действий. Когда в Донбассе закончится война? Когда люди уже вздохнут и мирно начнут жить? Юрий Бойко рассказывает, почему его фракция голосовала против президентского закона о реинтеграции Донбасса. Потому что мы считаем, что это просто закон об отделении части Донбасса и фиксации сегодняшней ситуации, превращение ее в классический замороженный конфликт, а в худшем случае еще и обострение. А проявление особого статуса мы поддержали на год, потому что видим в этом, этот закон не работал ни одного дня, он носит формальное значение, но это шанс для того, чтобы идти дальше в политическом урегулировании. И наша фракция единственная, которая имеет четкий план введения миротворцев на линию военных действий, остановка стрельбы и убийств. Не меньше этого жителей Краснореченского волнуют и вопросы социального обеспечения, в частности повышение пенсии, которые анонсировали в Кабмине, начиная уже с этого месяца. Но по словам лидера Апоблока, пенсионная реформа только оттягивает на некоторое время существующие проблемы. Сначала довели за три года народ пенсионеров до полной нищеты, 1100, вот сегодня опять люди говорили, 1100 пенсии, 1400. А потом сказали, не поднимали пенсии три года, поскольку должны были поднимать Росцен, инфляция, обязаны были поднять, осовременить их. Не этого не делали, довели до полной нищеты, потом сказали, вот принимайте закон, по которому через два года половина пенсионеров не будет получать пенсию, а это так и будет из-за этого закона. И будут ждать 65 лет. Или мы не дадим, значит, сегодня вообще никаких подъемов пенсии не будет. То есть просто грубый, дикий, нецивилизованный шантаж. В завершении визита Нардеп посетил подшефную школу-гимназию в Новоайдаре. Здесь, в нескольких десятках километров от линии разграничения, занимаются более 500 учеников. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер.